Я прошу сделать перерыв в заседании, нам с подзащитным нужно поговорить. Зачем? Всё и так ясно как день. Он своих же защитников обманул, что тут ещё обсуждать? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Гейшин Инфаркт. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно плотно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Сегодня у нас судебное заседание. Что будем делать, Келокера? Ничегошеньки непонятно! У меня есть мысли, но давай действовать шаг за шагом. Хорошо! В мире нет неразрешимых загадок, мы узнаем правду так или иначе. Не переживайте, пусть все подозревают линии или нет. Зато мы с вами будем их поддерживать. Я сомневаюсь, что Фурина... Фурина знает о случившемся больше нашего. Спасибо, Нави! Ну, мы пойдём! Удачи вам! Бля, какая же она секостная. Жаль, что она не игровой персонаж. Ну? Ну, вот и вы. Как идёт расследование? Честно говоря, не хочется тебя разочаровывать! Что... что ты? Мы очень благодарны, что вы вообще вызвались помочь. Ну, что за унылые лица? Дайте угадаю. Ваше расследование зашло в тупик? Я и не ожидала ничего другого. Виновный никогда не сможет доказать свою невиновность. Но не стоит опускать руки келлокера. Я буду ужасно разочарована, если моя любимая соперница сдастся так быстро. Подожди ещё немного. Обе стороны в сборе. Объявляю судебное заседание, посвящённое происшествию во время представления открытым. Во-первых, прошу господина Линни объяснить суть фокуса. Так публике будет понятнее, что произошло. А публики-то мне. Конечно. Я буду объяснять, Алинет проиллюстрирует мой рассказ. Реквизит у нас готов. Линни коротко и ясно рассказывает, в чём суть фокуса. Публика изумлена. Спасибо, господин Линни. Позвольте подытожить ваши показания. С самого начала фокуса вы прятались в ящике, находившемся в зрительном зале, и не могли совершить преступление, верно? Верно, ваша честь. В таком случае, я обращаюсь к стороне обвинения. Госпожа Фурина, можете ли вы опровергнуть заявление обвиняемого? Разумеется, разумеется. С удовольствием сделаю первый выстрел, господин Линни лжёт. Ты охуела. Вы похитили Холзи и убили Коуэла. А потому никак не могли всё время находиться в ящике. Более того, вы покидали тоннель. Это всего лишь догадка, основанная на презумпции моей вины. Неужели? В таком случае, скажите, что вы слышали, находясь в ящике? Обратный отчёт, который хором вели зрители. Я следил за временем, чтобы выйти из ящика в нужный момент и завершить фокус. И больше вы ничего не слышали? Никаких других звуков? Нет, ничего. Ясно. Но примерно на 30-й секунде обратного отчёта раздался глухой звук, настолько громкий, что его слышали практически все присутствовавшие в зале. А? Да и чё тут не так? Как ли не мог его не слышать? Да, звук был таким громким, что его было невозможно не услышать. Мы сидели рядом с ящиком, звук было хорошо слышно. Посмотри на весы, это что? Наверное, они выражают позицию Оратрис. Дамы и господа, позвольте мне обратиться к словам самого господина Линни. Никогда не знаю, что может случиться в одно лишь мгновение Ока. Видите, всего лишь за мгновение Ока мне удалось разрушить его алиби. Конечно, кроме уничтожения олиби у меня припасено и другое оружие. Я всесторонне подготовилась всю ночь, откуда бы у меня взялась такая уверенность? Вы с Линет выросли в доме Чига, верно? Дома Чига? Они что, Фатуи? Стоит ли удивляться, что они на такое пошли? Значит, в деле об исчезновениях замешана Фатуя, но теперь всё ясно. Тогда и несчастный случай мог быть инсценирован. Ой-ой. Причём здесь это? Наша с Линет статус не имеет отношения к тому, что случилось. Конечно. Может, тогда расскажите нам свою версию? Что случилось за эту минуту? За ту минуту? Ваша главная задача доказать свою невиновность. Так что сейчас не время для секретов. Конечно, может оказаться, что ваш сценарий уже противоречит сам себе. Чужая земка потрясённо молчит. Ха-ха. И теперь между ними посеян раздор. Победа далась мне слишком легко. Фу, хорошо, что я подготовилась не спала всю ночь, но результат того стоил. Лине почему-то нам ничего не говорил. Лине и Линет Фатуи. Прошу соблюдать тишину. Господин Линни, позвольте внести ясность. В речи леди Фурины было два пункта. Первое. В тот момент, когда в театре раздался глухой звук, вас не было ни в ящике, ни в тоннеле. Второе. Вы, Линет, являетесь воспит... воспитанниками дома очага. Вы это признаёте? Иллюзионисты, мастера обмана, в этом нет никаких сомнений. Лине скрывал, что он... такой на самом деле. И всё случившееся могло быть частью его плана. К тому же, Чайлд вместе с другими выходцами из дома очага сейчас в Фонтейне. Не похоже на совпадение. Я уже достаточно натерпелась от Фатуи и на этот раз... Отвечайте на вопрос, господин Лине. Прошу прощения. Да, это правда, Ваша честь. Я так и знала. Вот и всё. Можно оглашать приговор. Что нам делать, Келакера? Ваша честь, прошу слова. Говорите. Мой подзащитный скрыл отсюда важную информацию. И в чём состоит ваш запрос? Я прошу сделать перерыв в заседании. Нам с подзащитным нужно поговорить. Зачем? Всё и так ясно, как день. Он своих же защитников обманул. Что тут ещё обсуждать? Требую тишину. Ваша просьба справедливо. Объявляю перерыв в работе суда. Заседание возобновится через час. Вы дальше будете защищать Лине после всего, что я сказала? Какой профессионализм? Я даже не ожидала. Дорогие зрители, пусть радость победы ещё немного настоится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, дерьмо. Во время перерыва вы встречаетесь с Лине или над закулесами оперного театра. Нехорошо вышло. Не думал, не думал, что Гидроархонт всё выяснит. Келакера, Пайман, простите. Простите нас. Да, Пайман даже не знает, что сказать. Мы вам доверяли. И во время расследования мы были уверены, что вы ни в чём не виноваты. Не хочется никого обижать, но Пайман ужасно зла. Я очень виноват. Я знаю, что вы рассержены. Но позвольте мне всё объяснить. Я знаю, что у вас уже было несколько стычек с Фатуей. Понимаю, одно упоминание о них может вывести вас из себя. Но Фатуем огромная организация, предвестники очень разные. И цели их тоже разнятся. Сейчас наша цель спасти Лиги как можно больше. Да. И я уверен, что мы с вами стоим по одну сторону фронта, когда речь идёт об этой стране и о бедствии, которое может её постигнуть. Я понимал, что мы можем стать хорошими друзьями, если бы не наш статус. Я не хотел вам лгать, просто решил вскрыть некоторые факты. Безусловно, правда, очень важна. Но если всегда говорить всю правду без утайки, можно потратить много сил впустую. Но вдруг сейчас вы снова нас обманываете. Ты права. Поэтому судить тебя. Да, на твоём месте я бы вообще перестал доверять мне. я Фатуя, да ещё и иллюзионист, который зарабатывает на жизнь, обманывая публику. Но всё же, прошу вас поверить, я не преступник. По крайней мере, в этом преступлении я не виноват. Прошу, простите нас. Но всё равно... Сначала ответь на один вопрос, где ты был во время обратного отчёта. Да, мы хотим выслушать твоё объяснение и больше никакого вранья. Конечно. Я готов ответить на любой вопрос. Мы пытались выяснить, как работает Аратрис. Почему у неё есть сознание? Почему она так точно выносит приговоры? В ходе расследования мы выяснили, что ядро Аратрис находится где-то внизу. Тогда мы с Линет начали работу над фокусом с волшебными ящиками. Но на самом деле нашей целью было приблизиться к ядру. Для этого тебе и нужна была минута! Верно. На самом деле на обратный отчёт публика тратит около 75 секунд. А чтобы добраться до противоположного ящика мне нужно всего 15 секунд. Поэтому я спустился в тоннель. Через вентиляционный ход добрался до подвала и отправился исследовать помещение, в котором хранится ядро. Специально для этого во время строительства тоннеля был проделан вентиляционный ход. и что-то обнаружил? Ничего. Я добрался до нужного помещения и хотел его осмотреть, но тут услышал чей-то голос. Просто невероятно, я был абсолютно уверен, что там никого нет. Обладатель голоса явно узнал меня и попытался со мной заговорить. Я решил не рисковать и ушёл тем же путём, которым пришёл. на обратном пути я увидел разбитую вазу и чью-то одежду. Но времени оставалось мало, я не стал выяснять, откуда они там взялись. А дальше произошло убийство. Всё остальное вы видели сами. Но это объясняет, почему ты не услышал звук. Но зачем вам понадобилось узнавать, как работает Ратрис? Из-за пророчества, о котором я вам говорил. Чтобы противостоять опасности, предсказанной в пророчестве, мы должны знать все секреты этой страны. Только так мы сможем спасти людей. Ну вот, это вся правда. Клянусь, больше я от вас ничего не скрываю. Мне меньше всего хотелось лишиться вашего доверия. Но я уже говорил, судить тебе. Если хочешь уйти, потому что не доверяешь Фатуе, я не могу тебе помешать. Что ж, Кила Кира, решай! Пайман поддержит любое твое решение! Я верю фактам. Даже без вариантов. Если вы не виновны, я помогу снять с вас обвинение, если вы виновны, правосудие сделает свое дело. Снять обвинение... Хорошо. Спасибо. Спасибо, что согласилась дать нам шанс. Но пока чаша весов склоняется не в вашу пользу. Нам надо придумать, как опровергнуть обвинение Гидроархонта. Главное доказательство у нас уже есть. Перерыв заканчивается, пора возвращаться на место. Хорошо. Кажется, Паймон поняла, что ты имеешь в виду. Рассказ Линия. Голос в комнате с ядром Ратрис. А чем мы тут остались? Ну ладно. А тут все равно ничего нет. Ты еб твою мать. Перерыв закончен, напряженный процесс продолжается. Стороны в сборе. Продолжаем судебное заседание. мы остановились на том, что господин Лини признал новое доказательство, предъявленное госпожой Фуриной. Фуриной. Теперь прошу госпожу Фурину рассказать нам свою версию случившегося. Не зря я так долго ждала. Хорошо, мои господа, прошу вашего внимания. Давайте представим все случившееся, как если бы мы были на месте Лини. Вы можете установить несостоятельные части свидетельств, основываясь на изложении событий другой стороны. Как? Что мне делать-то надо? Используйте полученное в ходе расследования происшествия доказательства и улики, чтобы опровергнуть несостоятельные звенья событий и заменить их новыми заключениями. Блять, ну вот тут Таданго я не ожидал. Убедите аудиторию опровержениями, чтобы добиться большей поддержки вашей точки зрения. Ратрис будет четко показывать такие изменения. когда вы найдете и опровергнете все несостоятельные звенья, выполните цикл опровержения, чтобы раскрыть истину. Да ебанки воробоньки. С началом обратного отсчета он спустился в тоннель. Когда мимо проезжала тележка, он открыл ящик и у них с Холзи случилась борьба, в результате которой мы услышали тот самый звук. Звук оказался настолько громким, что его услышали все присутствующие в зрительном зале. Но Линни об этом не подумал, поэтому во время допроса он сказал, что слышал лишь обратный отчет. Наконец, Линни ударил Холзи цветочной вазой, и девушка потеряла сознание. Чтобы Холзи не узнали, он снял с нее одежду. Коуэлл решил проверить, что за странный звук раздался из тоннеля и застал Линни на месте преступления. Поэтому Линни ударил Коуэлла, а потом затащил его в ящик. После чего Линни передал находившееся без сознания Холзи своему сообщнику через волшебный ящик в зрительном зале, а затем задействовал свой реквизит, чтобы смерть Коуэлла выглядела как несчастный случай. Вот что случилось на самом деле! Может ли сторона защиты опровергнуть версию, представленную госпожей Фуриной? Ключом как провержение будет восстановление последовательности действий и наблюдений Линни. Так... Эээ... Действие Линни в тоннеле. Ну, видимо, это не очень правдоподобное. Так... слышал голоса... Да бля! В смысле, два самых ярких... не это? Не это? Не очень произ... блядь, ладно, давай уже... не очень... Не очень... В смысле, все не очень? А-а-а... нэ... Если я попробовал в си и ни одно не подошло, то... чего, блядь? у тебя есть? Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т... хотя бы нашел или не похищают холлзи ты есть линия отправился в помещении где хранится ядро аратрис это факт линия оглашает ковала так нет стоп хорошо что это может быть не очень правдоподобно не очень есть линия не участвовал в схватке которая случилась в тоннеле только видел следы борьбы возвращаясь минуточку внимание знаменитый детектив пойман хочет взять слово потыкайся когда начал все обратные отчеты и не в самом деле вошел в тоннель но сразу после этого он отправился в подвал через вентиляционный ход его целью было помещение где хранится ядро аратрис оказавшись на месте он услышал голос в помещении которое выглядело пустым линия стала не по себе и он решил вернуться в тоннель когда он вернулся в тоннель место преступления имело тот вид который мы все наблюдали чтобы закончить фокус и линии не стал задерживаться в тоннеле наконец он вышел из ящика наружу и тут произошел несчастный случай линии не виновен выровняли опровергнуто ей вот пойман все сказал а ну как пойман молочина иными словами вы считаете что линии ничего не знала случившимся да более того в вашем обвинении многое не сходится что в моем обвинении но вы говорите реквизит на сцене подменили заранее но вы говорите что ковал оказался на месте преступления случайно кого в таком случае собирался убить линия если бы ковал не спустился в тоннель если верить вашей версии или не просто хотел похитить девушку чтобы добавить ей еще один эпизод ах дело об исчезновениях ему не было нужды никого убивать и правда верно верно ха ха какие же молодцы мои напарницы наконец они расставили все по местам вы так смело опровергнули мое умозаключение но какие у вас есть доказательства вы помните что помогло вам опровергнуть алиби линии конечно если линии все время был в волшебном ящике он не мог не слышать звук а к чему ваш вопрос вот оно что вы хотите сказать я взяла ваше наблюдение на вооружение не связано не связано не связано выбрать точно линии не слышал никаких странных звуков потому что его вообще не было в тоннеле а значит во время преступления линии уже прошел в подвал через вентиляционный ход то самое показание с помощью которого вы пытались опровергнуть алиби линии теперь стало лучшим доказательством его невиновности хе хе чё скажешь а отличная работа ну и логика что ж тогда расскажите нам кто был настоящим убийцей если линии ни в чем не виноват убийцей был выбирайте иконки шестерней в меню чтобы смотреть соответствующие вопросы по делу правильность заключений можно проверить выбрав ответы заполнив все свободные шестерни в случае ошибки придется выбирать вновь из оставшихся вариантов ответив на все вопросы правильно вы завершите текущую логическую цепочку расследование палаты жарди наш выявила что веревка удерживавшая резервуар с водой лопнула от воздействия фейерверков запущенных в конце иллюзионного представления в результате падения резервуара погиб кобал находившийся в волшебном ящике как убийца спровоцировал инцидент на сцене если исключить что преступление совершил линии подменить реквизит мог только кто-то из членов трупа линии подробно объяснил задумку фокуса внутри большого ящика был спрятан потайной ящик куда и заходил человек из зрительного зала ящик со зрителями перемещался к сцене по тоннелю а сам линии по тому же тоннелю проходил к ящику в зрительном зале на сцене в это время была Ленат переодетая в костюм линии и ее ассистент в тоннеле обнаружена одежда принадлежащая жавшая к пропавшей холзе как она там оказалась неизвестна выберите любую другую улику чтобы узнать подробности кто тот единственный человек у которого был шанс совершить преступление в деле был задействован кто-то третий возможно ли это блядь возможно неверно она была обычной зрительницей или преступницей у которой имелся план неверно да ладно ладно а быть не может ты серьезно амбийцей был сам Коуэлл правда как интересно ну давайте заслушаем вашу версию случившегося дальше мне нужно восстановить что случилось на самом деле что сделал Коуэлл и как из преступника стал жертвой преступления как мы можем понять что линии не мог участвовать в преступлении все это за все это время никто не входил и не выходил из театра куда преступник спрятал холзе так борьбы между холзе и преступником вдвоем пробраться через вентиляционный ход практически невозможно и там они столкнулись бы с линии так ну наверно это так стоп а что нас поэтому а выбрось я правильно выбрал наверно как доказать что в тоннеле действительно произошел конфликт но платье нет глухой стук и главный подозреваемый сейчас блять ну как бы линии подозревают вообще без вариантов куда подевалась холзе да вероятно да вероятно так значит нет до 수 да в обороне обороне Преступник знал, как устроен фокус линии и имел доступ к реквизиту Если пока оставить в стороне смерть Ковала, у него было всё необходимое, чтобы совершить преступление Глухой удар мог прозвучать, когда Холзе оказывала Ковалу сопротивление Лени не было в тоннеле ровно одну минуту, за это время Ковал мог вывести Холзе из ящика, находившегося в зрительном зале Но жандармы утверждают, что во время представления из театра никто не выходил Допустим, он вывел её из ящика, куда они пошли дальше Если бы они вышли из ящика в зрительном зале, публика бы их заметила Что такое, Келакера, не можешь понять, что там случилось? Куда подевалась Холзе? Ха-ха, ясно, вы просто блефовали Я думала, вы расскажете нам, что всё-таки произошло в тоннеле А оказалось, вы ещё так далеки от правды Спокойно Если рассуждения зашли в тупик, попробуй другой подход Как и с моим фокусом, результат преступления мог разойтись с изначальным планом преступника Знать бы только, куда подевалась Холзе Было бы просто здорово, но у тоннеля всего три выхода И ни один из них не подходит И это ведь не фокус, когда человек просто берёт и исчезает Как Ленат исчезла из резервуара с водой Побег из резервуара с водой Неужели всё дело в воде? Простите, что прерываю, уважаемые оппоненты Возможно, вы заметили, публика начинает тереть терпение В нашем оперном театре нет худшего преступления, чем заминка в представлении Да ёбаный ты в рот Если защите больше нечего добавить, переходим к следующему пункту Стопэ Стопэ Ленни ушёл из тоннеля, и у преступника было достаточно времени Возможно, глухой исток прозвучал в результате борьбы между Холзе и преступником Погибшего звали Коул Он был ассистентом Ленни, у него имелся доступ к реквизиту Куда подевалась Холзе? Никто не входил, не выходил Ваза разбилась не случайно Она была нужна, чтобы скрыть важную улику в воду Ей Пайман поняла Холзе не похищали, а она просто исчезла Теперь всё встаёт на свои места Помнишь, как Ленни сбежала из резервуара с водой? Она постепенно исчезала, пока от неё не осталась одна одежда Если существует способ превратить человека в воду Ха-ха, одну минуту Надеюсь, вы понимаете, как нелепо звучит ваша версия Как можно превратить человека в воду? Мы тут не о фокусах разговариваем Я предлагаю осмотреть личные вещи Коуэла Так ли это необходимо? Я думаю, господин Ленни без всяких находок знает, что случилось в тоннеле Иллюзионисты проделывают свои трюки, выдавая иллюзию за реальность Но исчезновение Холзе вполне реально Как можно сравнивать фокусы и преступления? И всё равно Я считаю, Киллокера права Так или иначе, истина существует Если мы соберём вместе все необъяснимые вопросы, возможно Это позволит нам объяснить, что случилось на самом деле Коуэлл погиб, поэтому мы не рассматривали его как возможного преступника Но поскольку расследование забуксовало Я думаю, стоит осмотреть личные вещи погибшего Эх, на какие только ухищрения не идут люди, когда оказываются на волоске от смерти Как мне кажется, своим предложением вы просто затягиваете судебный процесс Тем не менее, я считаю просьбу представителей справедливой Поскольку расследование действительно зашло в тупик Дополнительные материалы к делу могут помочь нам продвинуться вперёд Прошу жандармов пройти в комнату отдыха и осмотреть личные вещи Ковала Спустя некоторое время жандармы возвращаются с известием Осмотр вещей продолжается, но в процессе мы получили важную информацию Которую посчитали нужным немедленно сообщить суду В вещах Ковала мы нашли несколько проберок с жидкостью Каждая проберка снабжена ярлычком А в блокноте, найденном в рюкзаке Ковала написано Что жидкостью в проберках есть не что иное, как вода первозданного моря Первозданное море Согласно записям в блокноте, Ковал состоял в группировке Торгующий нелегальными веществами и у него был сообщник В блокноте найдено много записей о безопасном использовании жидкостей В которых часто встречается слово «растворение» На ярлычке одной из проберок написано «Оперный театр Эпик лес» И поставлена вчерашняя дата Проберка пуста В записях также говорится, что растворяющие свойства жидкости Действуют исключительно на уроженцев фонтейна Вполне вероятно, что холзе было выбрано в качестве материала для эксперимента Поэтому мы считаем, что обнаруженные свидетельства подтверждают гипотезу защиты Да вы шутите? Чтобы люди растворялись в воде? Абсурд, так не бывает Подождите, вроде было такое пророчество Или это просто совпадение? Если человека можно превратить в воду резерва С водой отлично скроют следы Получается, Ковал нацелялся на эту девушку Подождите, значит Так, за мной, быстро Да муазель, стойте Как же ваша напорница? Доверьтесь моей интуиции И идите за мной Требуя тишины Осмотр личных вещей покойного дал поразительные результаты Но мы пока не можем проверить подлинность обнаруженных улик Но поскольку госпожа Холзе так и не была найдена Суд согласен исходить из презумпции, что улики подлинны Прошу жандармов приобщить к делу обнаруженные улики И продолжить расследование Господин Линни, ваша версия подтверждается фактами Так что прошу вас, продолжайте Конечно, спасибо, ваша честь Моя гипотеза позволяет связать воедино множество улик Которые, на первый взгляд, выглядят разрозненными Да, например, тут непонятный звук Крюк Давайте рассуждать логически Ковал явно использовал в своем преступлении Воду первозданного моря Понял Кто сейчас главный подозреваемый? Ну, понятно Ковал Какой реквизит использовал убийца, чтобы контролировать время растворения? Значит, крюк был не реквизитом для другого фокуса, а спусковым механизмом Которым воспользовался преступник Чем растворил? Воду первозданного моря поместили в ящик заранее До того, как туда вошла Холзи Выбрать? Чтобы спрятать механизм убийства Нет В ящике было что-то еще Верное предположение Зырь с первого раза Пришло время знаменитому детективу Паймон снова заявить о себе План Ковала заключался в том, чтобы подменить веревку, на которой держался резервуар с водой А также взломать генератор случайных чисел Пока волшебный ящик с Мулзи шел вниз, металлический крюк постепенно втягивался, пока наконец не проткнул шарик, прикрепленный в верхней части ящика Шарик лопнул и вода первозданного моря, которая из него вылилась и растворила Холзи После этого Ковал вошел в тоннель и разбил вазу, чтобы объяснить, откуда в тоннеле взялась вода А остальные улики должен был скрыть упавший на сцену резервуар с водой Но в тоннеле что-то пошло не так, и в результате Ковал погиб Придавленный резервуаром Который должен был скрыть улики Хм, разумно Эта версия объясняет, откуда в тоннеле взялись и все эти предметы Ух, что же делать Даже мне их версия кажется убедительной Неужели я правда возвела понапра... На, блять, возвела напраслину на хорошего человека Какой позор Похоже, у нас остается единственный нерешенный вопрос Какие обстоятельства привели к смерти Ковала? В его записях говорится о сообщнике, который может быть связан с делом Внимание, жандармы только что сообщили, что обнаружили новые улики Приглашаю вас на сцену Прошу, поделитесь с публикой вашими находками Спасибо, ваша честь Мы осматривали вещи других фигурантов дела И в личных вещах господина Лени обнаружили такой же образец воды первозданного моря, как был у Ковала Что? Не может быть Ха-ха-ха Какая театральная сцена Пуля, выпущенная для защиты, вернулась и нанесла вам смертельный урон Теперь все сомнения развеяны? Дорогие сограждане, верные зрители, позвольте мне изложить свою версию событий И на этом представление будет закончено Да, ёбаный ты в рот Лени незачем было самому участвовать в растворении девушки Оказавшись в тоннеле, он вышел оттуда через вентиляционный ход Окей Заранее подменив реквизит его, сообщник Ковал растворил холзи в воде первозданного моря Но на обратном пути Лени решил присвоить все лавры себе и избавиться от сообщника Ты ебанутая Он ударил Ковал, а тот потерял сознание и резервуар Который должен был сокрыть улики, стал орудием убийства И как бы ни было неприятно мне делать столь категоричные и безжалостные выводы Похоже, что молва о жестокости и хладнокровии, пресловутых, Фатуе не врет Я права, господин Лени Мы использовали все улики и доказательства Нам нечем опровергнуть ее версию Неужели? Это конец Да нет, Пайман ничего не может придумать, как же быть? Вода первозданного моря оказалась слишком убедительной уликой Почему ее дошли именно сейчас? Странно Думаю, все присутствующие подтвердят, что в моих заключениях нет изъяна Уверена, теперь настало время эпилога Итак, благородный достоп... чтимый господин Верховный Судья Как вам кажется, не пора ли? Прошу прощения, но я должна вмешаться Госпожа, прошу вас не шуметь и относиться к суду с должным уважением Спокойно, я ведь не зря решила вас перебить У меня есть на то веская причина Итак, дамы и господа, не хотите ли отдохнуть от долгих дискуссий и увидеть еще один фокус? Фокус, который вернет пропавшую девушку обратно в зрительный зал? Прошу, господин Лени О чем это она? Боюсь вас разочаровать, но я обычный иллюзионист Не способный сотворить такое чудо Ну что вы, маэстро Любой фокус, по сути, своими вводит публику в заблуждение, верно? И настоящий иллюзионист умеет скрыть истину за ширмой интересной иллюзии Но когда все успели поверить в иллюзию, иллюзионист снова может открыть зрителям правду И такой фокус станет лучшим финалом сегодняшнего представления Вы согласны? Лени, Ленет Теперь ваш выход Не беспокойтесь, спина Деруссела подготовила для вас весь необходимый реквизит Но последний выход должен быть ваш Ведь вы мастера создания иллюзий и главные герои сегодняшнего представления Я понял Щелк Вуаля Простите, что прерываю Но это же Холзи Значит, вся история про жидкость, растворяющие людей, просто выдумка? Сразу скажу, мне пообещали Что чисто сердечное признание поможет смягчить приговор Поэтому я и согласилась прийти Я слушала весь процесс, прячась снаружи Боялась, что меня сама начнут судить А еще я радовалась, что никто ничего не заметил И тут она меня схватила Ха Не стоит нас недооценивать С чего начать? Я виновата Признаюсь, Ковала убила я Что? Почему? Во-первых, я никакая не Холзи Мое настоящее имя Лиллиан И я из Манштата Я услышала, что Лине будет давать классное представление Но не успела купить билет, поэтому украла его Я промышляю воровством Работенка не пыльная И никто меня еще ни разу не поймал Но несколько дней назад Когда я промышляла в порту Меня заметили Это была Лине Я едва успела унести ноги Ага Вот почему твои лица показалась Спейман таким знакомым Значит, это ты воровка Лине еще сказал, что у тебя отличная техника Да, я думала, все уже позади Но тут во время представления Генератор случайных чисел выбрал именно меня А Лине стал шутить про крепость Меропит И там ведь преступников содержат, верно? Вот и представьте себе, как я перепугалась Думала, он выведет сейчас меня на чистую воду Так что я подыграла Лине И искала способ сбежать А в итоге меня облили водой Потом кто-то заскочил в тоннель И попытался меня схватить Я сдаваться не собиралась Поэтому оглушила его и запихала в ящик Бежать было некуда Так что я переоделась И спряталась в сундуке со сценическими костюмами А выбралась оттуда после того Как на место происшествия прибыл первый жандарм И дальше пряталась уже в театре Да где там вообще прятаться? Опытный человек всегда найдет где спрятаться Но клянусь, я не знала Что резервуар с водой упадет на сцену Правда, честное слово Если бы я знала Я бы никогда не толкнула его в ящик Я карманница, но не убийца Ну что, наконец-то все прояснилось Да, время опровергнуть предыдущее обвинение Гитра Архонта Теперь мы должны выстроить рассказ от лица Лилиан Блядь Да чё сут такой длинный-то? Интересно, а это можно прервать вообще? Или ладно, будем Будем искать противоречия События в тоннеле Генератор чисел Странный звук Растворение Холзи Так Так Не очень Есть Глухой стук Прозвучал не во время битвы Просто Лилиан Испугалась И пыталась высвободиться Из ящика Отлично Инцидент на сцене А у нас к нему ничего нет Линия оглашает Ковала Блядь Ну а чё тут подобрать? Линия Ковал сражаются Да нет Есть Ваза была разбита Не для того, чтобы скрыть следы преступления Она разбилась случайно Во время стычки между Лилиан и Ковалом Линия оглашает Ковала Так, нет 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 О! Лилиан испугалась, что её узнают Поэтому переоделась и спряталась Выжидая случая улизнуть Опытные карманницы так просто не сдаются Опаньки Ииии Выход знаменитого детектива Паймон Лилиан запаниковала Когда из всех зрителей Собравшихся в зале Для фокуса выбрали Именно её Пока ящик спускался в тоннель На голову Лилиан Вылилась вода Что только усилило её панику Поэтому она пинком открыла дверь Тогда и раздался глухой звук Который мы все слышали Ковал тоже услышал странный звук И спустился в тоннель И он увидел Что Лилиан Цела и невредима Он не знал Что Лилиан Карманница из Манштата Укравшая билет на представление Ковал решил Что в воде Первозданного моря Нужно некоторое время Чтобы подействовать И стал затаскивать Лилиан Обратно в ящик Во время стычки Они разбили вазу Но Лилиан Удалось оглашить Ковала И затолкать его В волшебный ящик Бежать было некуда Поэтому она решила Переодеться И спрятаться в сундуке До конца представления Опровергнута Она знала Что при попытке Выйти из театра Её ждёт проверка Поэтому последние Два дня Пряталась внутри Они там уже Два дня сидят Когда я испекла Макароны Она была так голодна Что не выдержала И украла Два пирожных Прямо у нас Из-под носа Поразительная техника Теперь мы знаем Что случилось В тоннеле Вот оно как Браво Браво Итак Лиди Фурино У вас есть возражения Против заявлений Защиты Я Эээ Прошу ответить На мой вопрос Госпожа Фурино Замечу Кстати Что судебный процесс Ещё не закончился Сторона Обвинения Не может Покинуть зал До окончания Процесса Но Вы что Читаете Мои мысли Нет У меня нет Возражений Я признаю Поражение Могли бы Войти В моё положение И не донимать Лишний раз Своими вопросами Ой Только посмотри Она похоже Налопнувший Воздушный Шарик Если Стороны Не имеют Возражений Как верховный Судья Фонтейна Я ещё раз Восстановлю Последовательность Событий Ковал Был Настоящим Виновником В деле Об исчезновении Получив Список Зрителей Он наметил Себе Следующую Жертву Он Взломал Генератор Случайных Чисел Чтобы во время Представления Генератор Выбрал Из зала Намеченную Жертву Чтобы скрыть Следы воды После растворения Девушки Ковал Решил Подстроить Падение Резервуара С водой Поэтому Он подменил Верёвки На которых Держался Резервуар Чтобы они Лопнули Под огнём Фейерверков В конце Представления Резервуар Упал И скрыл Следы воды Готови Реквизит К представлению Он налил Воду Первозданного Моря В один Из шариков И прикрепил Шарик В верхней части Волшебного Ящика Наконец Проводив Девушку В ящик Ковал Просынул В щель Загодя Приготовленный Крюк На верёвке Когда Начался Обратный Отчёт Ящик С девушкой Стал Опускаться В тоннель А Крюк Втягиваться В щель Пока Не проколол Шарик С водой Первозданного Моря Если бы Всё шло По плану Девушка В ящике Растворилась Бы в воде Но Лилиан Оказалась Уроженкой Монштата Она Осталась Невредима И с громким Стуком Открыла Ящик Сообразив Что план Дал сбой Коуэлл Спустился В тоннель И наткнулся Там На Лилиан Он подумал Что вода Первозданного Моря Действует Не сразу И решил Держать С исходного Плана Но Его соперница Оказалась Куда более Ловкой Чем он Ожидал Лилиан Затолкала Потерявшего Сознание Коуэлла В волшебной Ящике Он стал Жертвой Собственного Преступления Согласно Показаниям Лилиан Затем Она Переоделась И пряталась В тоннеле До Окончания Представления А после Скрывалась В других Помещениях Театра В это Время Лини находился В подвале Театра И не знала Происходящим В тоннеле Восстановив Все обстоятельства Дела Мы приходим К выводу Что Обвиняемый Лини На самом деле Невиновен Лини Лина Ура Хотя Многие Поступки Лини Лилиан Требуют Отдельного Рассмотрения Однако Сейчас Настало Время Чтобы Оратрис Меканик Доналис Кардиналь Вынесла Окончательный Приговор По делу Блять Я это С первого Раза Нормально Прочитал Уху-ху Которое Мы Разбирали На сегодняшнем Заседание И И Это Что за Старайл Пошел Итак Лини Лина Была обнаружена Вода Первозданного Моря Да Из-за вашей Находки Я допустила Серьезную Ошибку Или Это Была Никакая Не находка Ложная Улика Подозреваю Что вы И Есть Тот Самый Сообщник О Котором Говорится В записях Коуэла А Лини Тут Ни При чем Я Я Уверен Вы знаете Что нужно Сделать Чтобы Смягчить Приговор Говорите Не то На всю Жизнь Засядешь В местечко Куда Входят Только По Специальному Разрешению Я Я Просто Исполнял Приказы Мы Должны Были Возложить Вино По делу Об Исчезновениях На Лини Направите Все Подозрения На Фатуя Начальство Сказало Что Лучшей Возможности Не Представится Теперь Ваш План Раскрыт А Тайного До Первозданного Море Предано Огласке Ваш Главарь Наверняка Мечтает От тебя Избавиться Ты Поступишь Мудро Если Расскажешь Нам Все Правду И попросишь У следствия Защиты Да Я Расскажу Все Расскажу Однажды Боссу Удалось Выяснить Что Это Блять Сука Ну Сколько Можно Дайте Перерыв Уже Однажды Однажды Боссу Удалось Выяснить Что Вода Первозданного Моря Способна Растворять Людей Еще Из нее Можно Готовить Зелье Если Сильно Разбавить Такую Воду Она Вызывает У человека Незабываемый Душевный Подъем Мы В этом Деле Давно Заработали Много Мора Дело Об исчезновении Девушек Тоже Было Идеей Босса А наш Босс Ну Да Ау Че Он Превратился В воду Минус Улика И Больше Он Ничего Не Расскажет Какая Жестокость Но Я Не Ожидала Ничего Другого Неслыханная Дерзость Всех Присутствующих Просим Немедленно Пройти Досмотр Однако На месте Происшествия Обнаружена Только Жидкость Оставшаяся После Растворения Вон И Что Мы Просто Уйдем Мы Здесь Больше Не Нужны Да Но Килакира Паймон Подождите Что Риня Риня Я понимаю Ты сейчас Не хочешь Со мной Говорить Наверное Даже Видеть Меня Не Хочешь Но Все равно Позволь Мне Еще раз Тебя Поблагодарить Ты Защищала Меня До Самого Конца Даже Узнав Что Я Фатура Не Хотелось Быть У Тебя В Долгу Ясно Но Как бы Там Не Было Я Хочу Тебе Все Объяснить Я Никогда Не Имел Против Тебя Дурных Намерений Не Преследовал Скрытых Мотивов Я Всегда Был С Тобой Обычном Линне Я Стал Одним Из Фатуи Просто Потому Что Интересы Дома Очага Совпадают С Интересами Сирот Вроде Меня Поэтому Отец Или Слуга Как Вам Больше Нравится Взяла Нас Под Своё Крыло Отец Взяла Слуга Мы Давно Слышали Что Это Предвестница Глава Дома Очага Значит Слуга Есть Твой Отец Верно И раз Мы о ней Заговорили Может быть Вы согласитесь Выслушать Историю О моём Прошлом Когда Наши родители Умерли Мы с Ленат Оказались На улице Чтобы Заработать На жизнь Я стал Тайком Наблюдать За одним Уличным Фокусником Мне Потребовалось Несколько Дней Чтобы Понять Как Устроены Его Удивительные Трюки Мы С сестрой Долго Бродили По городу Пока Не нашли Достаточно Людное Место Встали Там И начали Показывать Фокусы К моему Удивлению Наше Представление Понравилось Республики Теперь Теперь Мы Мы Всегда Могли Заработать Себе На кусок Хлеба Но Мы Оставались Бездомными А я Не хотел Такой Участи Для Своей Сестры Однажды К нам Подошел Некий Аристократ Из публики Сказал Что Хочет Нас Установить Ого Из грязи В князе Да Сначала Нам Тоже Так Сказалось Мы Думали Что Удача Нам Улыбнулась Что Тяжкие Дни Скитаний Позади Но Постепенно Я Понял Что Аристократу Нужен Был Неприемный Сэн А Карманный Фокус Нет Он Таскал Меня На Разные Банкеты Званые Вечера Чтобы Привлечь Внимание Моими Представлениями И расширить Круг Своих Связей Но В этом Нет Ничего Ужасного Лучше Чем Жить На Улице Я Не Сразу Понял Какое Черное У него На самом Деле Сердце После Очередного Выступления На Банкете Я Обнаружил Что Мы С Ленет Возвращаемся Домой В разных Экипажах Пока Я Долго Ждал Ее Но Ленет Думай Долго Ждал Ее Но Ленет Не Возвращалась Тогда Я Побежал В спальню Того Аристократа Чтобы Выяснить Где Она И Он Сказал Она Приглянулась Одному Большому Человеку На Банкете И Я Преподнес Ему Ленет В качестве Подарка Ты Ведь Можешь Найти Себе Другую Ассистентку Верно О Значит Он Хотел Но Законы Фонтейна Должны Посторонним Всегда Можно Сказать Что Это Приемная Дочь Или Воспитанница И У таких Людей Есть Тысяча Способов Обмануть Закон И Что Было Потом Я Смог Выяснить Где Находится Особняк Большого Человека И Той же Ночью Отправился Туда Я Перебрался Через Ограду Прокрался Мимо Охранников И Наконец Вошел Внутрь Но Но В лунном Свете Увидел Только Обогренный Кровью Пол И Силуэт Слуги В темноте Значит Она С ним Расправилась Да Она Успела Спасти Мою Сестру И Линет Не Пострадала От рук Злодея Мало Того В его Подвале Слуга Обнаружила Еще Несколько Девочек Все Они Были Сиротами Наверное Отец То есть Слуга Что То Во мне Разглядела И Поэтому Пригласила В дом Очага Наши Интересы Совпадают А посему Дом Очага Будет рад Принять тебя В свои ряды Здесь Тебя Никогда Не Предадут И Никогда Не Потерпят Предательство Я Не Спешил Доверять Ей Ведь Я Только Что Пережил Предательство Но Слуга Быстро Вернула Нам Свободу Расправившись С Аристократом Который Принял Нас На Воспитание И Вы Се 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 Присоединились К Дому Очага Но Сейчас Цель Слуги Сердца Бога У Нее Свои Планы Царица Даровала Ей Право Первое Использовать Сердце Бога Фонтейна Чтобы Разрушить Пророчество И Спасти Фонтейн Значит Она Тоже Верет В Пророчество Да И Дом Очага Прикладывает Все усилия Чтобы Противостоять Опасности Предсказанной В пророчестве Сегодняшний Процесс Подтвердил Что Фонтейнцы В самом деле Могут Растворяться В Особой Воде И Это Еще Одно Доказательство Истинности Пророчества Все Члены Дома Очага Включая Лидия Орликина Происходят Из Фонтейна Мы Ни Перечем Не Остановимся Чтобы Спасти Свою Страну Мы Сироты И Единственное Что связывает Нас С миром Кроме Семья Это Родина Значит Главная Цель Изменить Пророчество И Ей Подчинено Все И Раздача Волшебных Сумок И похищение Сердца Бога Прости Прости Но Я Все Равно Не Могу Доверить Тебе Как Раньше Ничего Я Понимаю Я Просто Хотел Чтобы Ты Знала Надеюсь Ты Понимаешь В доме Очага И за Его Пределами Я Всегда Продолжал Думать Своим Умом И Я Уверен Что Правда На Моей Стороне Если Тебе Что Нибудь Понадобится Я Всегда Буду Рад Помочь Не Как Член Дома Очага А Как Обычные Линия Хорошо Пока Линия Фух Наконец-то Этот Блядский Суд Закончился Господи Как же Это было Долго Ну Ладно Думаю Тогда Можно Сегодня На этом И Заканчивать Всем Спасибо За Просмотр И Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры